Срочно выполню ваш заказ по созданию сайта. Моя специализация – Joomla и WordPress. Я продолжаю освещать тему Woodmart. На связи Федор Васильев. Урок 41. Переходим в Woodmart настройки. Далее раскрываем настройки карточки товара. Далее купить сейчас. У нас есть возможность прицепить кнопку, которая будет миновать один шаг. Допустим, корзина. Выбираем ее здесь, сохраняем. Проходим в карточку товара. У нас появляется дополнительная кнопка «Купить сейчас». Если я на нее нажимаю, то я могу сразу попасть на страницу checkout. То есть оформление заказа. Движемся с вами дальше. Элементы. Здесь первая позиция – это где выводить хлебные крошки или цепочку навигации. Здесь вот есть картинки, где это может отображаться. Если мы посмотрим, здесь у меня выводится. Давайте я выведу, посмотрим, как это будет смотреться. Думаю, что так смотрится поинтереснее. Крошки будут вводиться здесь. Далее вообще отключить можно хлебные крошки, чего не рекомендую делать. Навигация. Вот здесь вот есть такие стрелочки. Следующий товар, предыдущий, да? Если хотите, можно это не выводить. Дальше краткое описание и показать таблицу атрибутов. Смотрите, для тех, кто, может быть, не знает. Вот если мы заходим в режим редактирования товара, у нас есть поле для ввода описания. Это общее описание, да? А у нас есть еще вот это краткое описание. То, что вот здесь у нас написано. То есть оно у нас будет попадать, получается, вот сюда. У нас как раз это и включено здесь. Если мы это не включаем, так же и атрибуты. Здесь просто не заданы атрибуты к этому товару. Отключим описание. Краткое описание тогда вообще не выводится. Дальше посмотрим. Статус в наличии и три вида отображения. Как это может выглядеть? Во-первых, чтобы увидеть это, вам нужно в настройки товар зайти, выбрать запасы и поставить галочку управлять запасами. И поставить сколько в наличии штук. И сохрани товар. У нас появляется такой вот индикатор. Видите, 10 наличия. Также в настройках вы можете менять дизайн. А вот следующая штучка достаточно интересная. Индикатор выполненных акций. Отображает количество проданных и имеющихся на складе. Давайте посмотрим, как это работает. Если после включенной опции вы обновите товар, вы не увидите никаких изменений. Нам нужно опять же пройти в товары и здесь подготовить. Переходим в запасы. Нам нужно вот это поле. Начальный номер на складе она называется. И смотрите, как это работает. Если я здесь просто поставлю единицу и обновлю страницу, у меня будет выводиться вот этот вот бар, линия, что заказали 0, доступно элементов 10. Как это должно работать, чтобы я мог здесь другим пользователям показывать, сколько у меня уже заказали и сколько осталось? Ну, понятно, сколько осталось. Это уже понятно, как выводится. Это и здесь у нас отображается, и здесь. Допустим, купили, заказали один товар. Смотрите, здесь нам надо поставить 11 и сохраниться. То есть смотрите, что происходит. Мы отталкиваемся от этой цифры, сколько у нас в наличии. Получается 10, я выбрал 11. 11 это будет означать, что заказали 1 из 10. То есть вначале кажется это сложно, но на самом деле нет. То есть вот сначала вы выставляете, сколько у вас есть количества, а потом от этой десятки вот здесь поднимаете вверх. То есть допустим, я выставлю сейчас здесь 17, то у меня, видите, показывает индикатор заказали 7. Думаю, это понятно. Дальше можно включить таймер обратного отчета. Мы уже это проходили, но только мы это проходили для отображения списки товаров. А это включается именно в карточке товара. И также можно включить ползунок обратный отчет для вариативных товаров. Опять же, чтобы увидеть таймер, нам нужно подготовить тот товар, у которого есть вот этот таймер. Мы также переходим в основные. Мы кликаем на ссылку запланировать. Ставлю, допустим, со вчерашнего дня началась акция и ставлю, допустим, будет идти до декабря 5-го числа, грубо говоря. Цена такая, и обязательно ставим скидочную цену. То есть какая цена по скидке. Получается, в диапазоне этого времени таймер растечет вот у меня в декабре 5-го числа. Как только вы выставили, значит, дату, до какого числа будет таймер тикать, естественно, таймер сразу автоматом будет выводиться, показывает, сколько дней осталось, и показывает скидочную цену и общую цену. Движемся с вами дальше. Мета-информация. То есть у нас выводится, если артикул, если это не нужно выводить, или можно это вывести центрированно внизу, либо вообще скрыть, на ваше усмотрение. Показать кнопки шаринга. У нас тоже они выводятся. Вообще это полезно оставить, чтобы человек мог поделиться в соцсетях данным товаром. Это социальное продвижение называется. Единственное, что ниже мы можем выбрать какие-то типы кнопок. Это поделиться, что я и рекомендую оставить, или подписаться. То есть если мы выбираем подписаться, то здесь будут указаны ссылки на ваши соцпрофили как администратор магазина, чтобы человек мог перейти и подписаться к вам в социальную сеть. Опять же, эти ссылки, где проставлять, какие соцсети, я проходил ранее. Потому что это все в одном месте настраивается. Смотрите последовательно все мои уроки, и тогда вы будете все знать здесь. Внимание! А сейчас о самом важном. Вы научились создавать сайты. Простые и сложные. Дабы для этого у нас все есть. Крутые плагины и шаблоны. Сайт у вас готов. Но вы замечаете, что ваш сайт очень долго грузится на мобильных устройствах на компьютере. Если вы еще не знаете, скорость вашего сайта вы можете проверить через специальный сервис под названием Google Page Speed Insight. Сервис очень быстро покажет скорость вашего сайта на мобильных и компьютерных устройствах. Реалии таковы, что сейчас нас интересует только скорость на мобильных устройствах. Если вы видите, что ваш сайт находится в красной зоне, вы уже сами понимаете, что это нехорошо. Но почему это нехорошо? Почему это плохо? На что это может влиять? Во-первых, неприятно. Сайт долго грузится. Вы это можете сами ощущать. Во-вторых, это может влиять на ваших клиентов. Люди могут просто со слабым интернетом не дождаться загрузки вашего сайта, а значит вы теряете клиентов. Это будет плохо влиять на SEO-оптимизацию сайта. Поисковики видят и знают, если сайт не оптимизирован и долго грузится, это также будет влиять на поисковую выдачу. И вы можете быть только из-за этого ниже в топе 10 Яндекса и Гугла среди ваших конкурентов, если у ваших конкурентов с этим дела обстоят лучше. Для тех, кто уже столкнулся и борется с этой проблемой и не может найти решение, перепробовали кучу плагинов. Я уж точно сел на этом собаку. Перепробовал просто десятки плагинов, которые зачастую платные и нужно уметь их еще настроить. Никто из них не дает ощутимый результат. Да, у нас скорость увеличивается, скорость загрузки сайта, но это не те результаты, результаты, которые мы хотели бы видеть. И сейчас самое приятное. Решение найдено. Теперь я могу оптимизировать ваш сайт с гарантией от 90% на мобильных устройствах. Сайты на WordPress. Вы используете WooCommerce, Elementor, какие-то тяжелые темы. Мы с вами проведем диагностику всех плагинов, отсеем, какие плагины вы не используете, какие ненужные. Я дам нужные рекомендации. Возможно, какие-то плагины заменить на более интересные. И ваш сайт будет в зеленой зоне, и вы забудете об этом. Ваш сайт будет просто летать. Никаких предупреждений, красных предупреждений в области оптимизации от PageSpeed Insight. Это все я исправлю. Сразу предупреждаю. Услуга не из дешевых. Кто заинтересован, стучитесь ко мне в Telegram. Продолжение следует...